Всем привет! Я нахожусь в юге, и здесь стоят новенькие орхидеечки, свеженькие. Сейчас я вас с ними познакомлю. И, кстати, тем, кто впервые заглянул на мой канал, меня зовут Регина. У меня есть также группа ВКонтакте о цветах и орхидеечках. Ссылку на нее вы найдете под видео. И всем добро пожаловать на мой канал и в мою группу. Посмотрите, какой здесь стоит красавец. Вот это уже новый завоз. Они также и подальше стоят. Я новый завоз и далее покажу. Потому что здесь, на этой линии, так сказать, орхидеечки еще и из прошлого завоза тоже. Но они в хорошем состоянии. А у этого красавца, у него просто отличный кустик. Отличный. Надписи на горшочке никакой нету. Хотя из нового завоза есть орхидеечки и с названиями. Вот он какой хорошенький. И тем, кто интересуется ценами, конечно, на каждую орхидеечку, особенно если привозят что-то такое незнакомое, вернее, не то чтобы незнакомое, а очень редкое и сортовое, это, конечно, хорошо индивидуально на каждую орхидеечку узнавать цену. Но, как правило, они стоят 1250 рублей. Такие орхидеечки, как вот Каоду привозили, Диких Котов привозили. Вот тоже отличный кустик у этого вот красавца. А вот эти орхидеечки, вот с двумя цветоносами они идут по 650 рублей, а с одним цветоносом они идут по 550 рублей. Миннички тоже есть. Иногда привозят и микромини, и вариегатные орхидеечки иногда привозят. Миннички обычно стоят 420 рублей. Также и уценочка есть. Кстати, среди уценочных стоит очень хорошая минничка. Я сначала ее схватила, но так как все-таки не только место дома, но и бюджет, к сожалению, не резиновые, мне пришлось выбирать. И, конечно же, выбор был сделан, но, к сожалению, не в пользу этой миннички. Хотя она стоит, по-моему, рублей 250. Это уценочка. Так, хочу добраться там до орхидейки, которая позади этого запеченного яблочка стоит. Сейчас доберусь до нее. Кажется, в прошлый раз я ее... А, нет, я ее показывала. Это та самая полубабочка. Вот у нее, посмотрите, у нее правый лепесточек такой с защипом на нижнем цветочке. И вообще у нее очень красиво оформлены лепестки. Так вот, необычно прокрашены, но очень красивый фаминопсис. С кустиком что? Кустик, в принципе, хороший, крышки тоже хорошенькие. Названия тоже нет. Вот, я ее поставлю вперед, чтобы ее кто-нибудь заметил. Я сейчас туда-сюда верчу камеру телефона. Так, ну этот попугайчик пока все никак не найдет свою хозяйку. Также и розовенький. Вот и антура Торинос так и стоит пока что. Но уже один кустик, второго я не вижу, потому что было два кустика. Вот этот красавец, по-моему, кажется, он был в прошлый раз. Вот эту вот красоту. Ну, рядом, конечно, полосатики. Полосатики это моя слабость. Вот очаровашка, очаровашечка. Темный, темный, притемный. Шикарный, шикарный. Так, и куст у него хороший. И листочков много. И корешочки имеются. Вот такие вот, кажется, вот я в прошлый раз, по-моему, такие вот. Такой расцветки не обращала, по-моему, на нее внимания. Но, во всяком случае, я ее не припоминаю. Вот здесь стоит несколько фаленопсисов таких вот, пепельно-розового оттенка. Очень красивое сочетание вот этого пепельно-розового и бело-желтой губы. Фантомчики. Так. Дендробиум Нобили стоит за 680 рублей один кустик. И, кстати, на уценке тоже есть дендробиумы Нобили. Такие же вот желтенькие, уже отсветшие. Но я не знаю, сколько они стоят. Это желтая красоточка. Такая вот лимонная. Немножечко цветочки слегка подвяли. Да, вот их здесь много. Вот их здесь сколько. Вот такой вот стоит. Кстати, чуть не забыла. Хотела вам показать из нового завоза как раз. Шикарные. Желто-бордовые панточки. К сожалению, я забыла их название. Хотя они частенько попадаются. В группах по продажам. Я забыла их название. Вот, кстати, вот таких вот много кустиков. Ну-ка, по-моему, он должен быть с названием. Да, вот. У него горшочек надписан. И написано invention. 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 По-английски это пишется как invention. Не скажу сейчас, как это переводится. А, вот, вот красиво. Но это, это другие все-таки фаленопсисы. Не такие вот пепельные, пепельно-розовые, которые я вам показывала. Они все-таки немножечко другие. И это скорее миди, чем стандарты. Так, а это что за темненький красавец тут стоит? Так, сейчас. 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 Нет, никак не подберусь. Никак не подберусь к цветочку. Вот он. Вот он, красотун. Красивый. Очень красивый. Интересно у него горшочек надписан. Сейчас посмотрим. У него на горшочке, ну, тут с корешками немножко проблематично, но на горшочке надписи есть, но здесь какая-то, только здесь какие-то цифры. Названий как такового нет. И кустик такой маленький такой прям. Вроде, не знаю, дичё, не дичё, как-то непонятно. Или, может быть, он такой миниатюрный по типу кооды. Кстати, у меня вот спрашивали на днях прям, как поживает моя коода. И спрашивали, как поживает моя бабочка кимоно после пересадки. Бабочку кимоно я, прошу прощения, сама себя перебью, чтобы сказать, это вот высокие, это цветоносы, ой, архивеи с очень высокими цветоносами и большими кустиками. Они тут разного цвета привозят, но сейчас тут белый и вот салатовый стоит. Они стоят, а вот ещё и розовый есть. Они стоят тоже 1250 рублей. Шикарные, шикарные размеры у этих фалинопсисов. Просто замечательные. И цветы, конечно, огромные. Так, и вот я на днях и спрашивают, как поживает моя бабочка кимоно. Тоже после пересадки. Кстати, бабочку кимоно я показывала через 10 дней после пересадки. Об этом у меня есть видео. Сейчас оно всплывет в подсказках. И на днях я выложу видео, я их сниму. Может быть, сегодня, если успею, ну, снять сегодня успею, сегодня или завтра. И вот прям постараюсь, во всяком случае, в скором времени показать их самочувствие. Итак, пойдём к продолжению нового завоза. Вот они, красавицы, здесь стоят. Ну, вот эта архивейка, она, конечно, всегда, всегда привлекает моё внимание. Это вот жёлтенькая с малиновой губой. Она похожа на навару, но, мне кажется, это не навара. Это немножечко другой сорт, потому что у навары цветочки чуть-чуть поменьше. У навара не такие крупные цветы. Кажется, здесь на каком-то из этих... Да, вот, сейчас вам покажу. Вот этот рыжий фаленопсис. Он даже не то, чтобы рыжий, он кирпичного цвета, цвет кирпича прямо. Здесь такой интересный, интересно загнуть петельточек. Сейчас, другой, другой, вот. Вот, чтобы его... Видно было. Вот на нём надпись на горшочке. Он называется Египтян. Египтянин. Вот так вот. Вот этот прекрасный египтянин. Но, в принципе, можно... Можно, конечно, есть ассоциация с Египтом. Что-то с песками. Что-то с палящим солнцем. Их такой момент. И их здесь много стоит. Они и на той стороне тоже стоят. А вот ещё инвеншн стоит. Этих тоже здесь очень много. Вот таких инвеншн. Кстати, вот такая ещё очаровательная стоит орхидеечка. Сейчас я на свет выйду. Вот. По цветовой гамме похоже на Magic Art. Но цветочек совсем другой. Вот он, красавец. И у него тоже должно быть название. Так, сейчас, секундочку. Так, не вижу. А! Так. К сожалению, здесь немножко буквы стёрлись. Но я на другом горшочке посмотрю название и скажу вам. И посмотрите, что здесь ещё привезли. И таких здесь тоже много. Вот такие вот красавицы. Вот. Вот о них я вам говорила в начале видео. Вот эти вот жёлто-бордовые. Как же мне так, чтобы не отсвечивало показать. У них цветы прям как будто кожаные. Вот посмотрите сзади, с тыльной стороны, какие у них цветы. Так, интересно, если я вот так вот... Вот. Вот, отлично видно. Вот видите, какие у них цветочки. Прям фактура такая. Обалденная. Ну, фактура, как у кооды вот у этого бордового пигмента. И такие, и бутушки такие же, пятнистые. Меня так умиляют все эти пятнистые бутушки. Когда цветочек должен быть пятнистым. И у него поэтому бутончик тоже пятнистый. Сейчас я посмотрю, если поближе, поудобнее, чтобы показать цветок. Кстати, вот у них разные. Совершенно вариабельно расположен вот этот пигмент. То есть он может быть... Ой, темно здесь. Вот. Он может быть и на большей части лепестков, и на меньшей части лепестков. Великолепный просто. И желтый цвет у него очень яркий. Вот я сейчас сравню вот с этой пандочкой. Ну, пандочка, это я их так сама называю просто. Сейчас я их рядышком поставлю. Для наглядного примера. Чтобы показать разницу в оттенках. Вот они оба желто-бордовые. Но посмотрите, какая разница. Вот. Видите? И каждый из них очаровательный по-своему. И большая, огромная разница и в желтом оттенке, и в бордовом оттенке. Вот такие вот. Ну, а размер цветочков примерно одинаковый. Единственное, цветы отличаются только вот по форме. Поэтому кажется, что немножко размером... Возможно, может из-за этого казаться размер немножко другим. На самом деле, в принципе, размеры цветов одинаковые. Ну, вот это, конечно, прям чудо. Чудо. А вот у этого фаленопсиса единственный минус. У него цветонос из точки роста. Так, поставлю его на место. Я хотела посмотреть название этого фаленопсиса. Устик хорошенький. Решочки хорошие вот с этой стороны. Здесь плесень, но видно, что корни есть. Так, что-то я название не вижу на этом горшочке. Может быть, у этих фаленопсисов не надписаны горшки, а вот только других. Вот они все вот здесь вот прям стоят. Прям несколько кустиков. Я сейчас к ним с другой стороны зайду, а пока покажу вот этого красавца. Вот он. Вот он, красавец. Какой он шикарный. Какие у него шикарные разводы. О, и у него есть название. Маушен. Так, ну-ка, камера. Вот, сфокусировалась. Вот такое вот у него название. Чудесный. Я, кстати, вот та уценочка мини, которую я сначала отложила себе, а потом все-таки сделала выбор в пользу другой орхидеи, и она вот в такой же гамме, с такими же розовыми щечками. Я все хочу себе такую орхидеечку, но у нее огромные цветы. Огромные. Ну, это стандарт. У него прям цветочки. Очень хорошего размера. Ну, не совсем уж такие прям приогромные, но большие. Наверное, сантиметров 9 точно есть. Стоят также здесь и пульсации. Так, только я до нее не доберусь. Сейчас попробую, может быть, с другой стороны доберусь. А, это что такое интересное стоит? А, ну это беленькое, с малиновой губой. Кстати, вот стоит несколько таких кустов уже. Там бывает, вот идет-идет вода. Вот. Они снова появились. Это, кстати, вот теперь еще есть вот такие вот очаровашечки. С белой губой. А большие орхидеи только вот там, да? Вот они. Вот пульсация. Хорошо, она с этой стороны мне попалась. Вот она. Кстати, вот обратите внимание, сколько появилось в продаже таких полубабочек. Полубабочек с намеком на бабочку. С такой вот мутацией. Ну, она очаровательная. Моя пульсация сейчас цветет. Уже. На ней уже, кажется, 7 цветочков. 6 или 7 цветочков. Она цветет с бокового ответвления, с основного цветоноса. И я ее обязательно покажу. Так. Вот этот, кажется, фаленопсис. Я вам не сказала название. Сейчас я его пущу. А, вот, точно. Эуфорион. Вот он. Эуфорион. Вот. И он похож по цветовой гамме. Вот он похож на Magic Art. А зато по расположению вот пятнышек и теней он похож на что-то общее есть с фронтерой. Я сначала даже, когда еще не разглядел его, я сначала даже подумала, что это фронтера и стоит. А потом поняла, что нет, это не фронтера. Ну, очень красивый. Очень. Вот еще красотища стоит. Вот он. Красавец. Так. Вот. Вот этот цветочек видно хорошо. Так. А что у него на горшочке? А, на горшочке Jillian. Это первая буква J. Здесь ее не видно нормально. J английский алфавит. Jillian. Корешки тоже видны. Листва такая темная, темная у него. И даже как будто, не как будто, а вижу, вижу краб. Вижу краб на листве, как у муколы, по типу муколы. Ну, красавец. Там позади пятнашечка. А вот этого я... Вот эту орхидеечку я, по-моему, не показывала. Да, я ее не показывала. У нее тоже есть надпись на горшочке. Здесь плохо видно. Но, может быть, камера сфокусирует. Написано Мансион. Мансион. Ну, читается наверняка по-другому, но написано Мансион. Может, читается... Ну, не скажу. Вот как написано, так и говорю пока. Нет. Английский базовый. Но иногда, конечно, это не полное знание английского языка, естественно. Это так, чтобы не потеряться в чужой стране. Кисло для этого. А все эти названия, это уже такие профессионализмы слова. Поэтому не скажу, как они читаются. Вот. Вот как оно написано. Здесь лучше видно Мансион. И лучше видны, кстати, корешочки в этом горшочке. Видно, что хорошенький, здоровенький кустик. Так. Вот он, красавица. Сейчас тельтурочка поймаю. Хорошенький бутончик распускается. Там дальше еще есть. И... Пульсации. И зелененькие, салатовые, вернее. Фидеечки. Ну, эуфориан, конечно... Эуфориан изумительный. Ну, они все изумительные. Вот они, вот с другой стороны, вот эти желтенькие. И давайте я их еще раз посмотрю. Может быть, тут не видно ничего. Может быть, вот горшочек сухой, без плетения. Может быть, на нем я название вижу. Нет, нет. Эти... Эти вот очаровашки, они без названия. Вот они, красавицы. И я все хотела добраться до этой пятнашечки. Ох, на ней тоже есть что-то на горшочке, но без названия. Только вот циферки. Зато какие у нее толстые корешочки. Ух! И внутри горшочка толстый корешочек. Красивая, красивая. Почему-то стык упаковки всегда приходится на цветочек. Вот, по правилам. Так. Здесь стоят миди с беленькими и розовыми цветочками. Они есть в предыдущем моем обзоре. И эти мультифлоры я тоже показываю там. Малышку вот эту вот показываю. Там стоит еще и салатовая вкраб. Но я до нее не доберусь. Она очень далеко. Очень далеко. Ну, это уже у цветочки. Я забыла снова, как называется этот сорт. Мне писали под видео. Я забыла. И вот они пришли. Несколько кустов вот этого сорта пришли уже с завязшими цветочками. И сейчас вот на них у цветочка. Но здесь сейчас прям только три кустика таких осталось. Все остальные оценки это беленькие, синенькие. Вот такая вот мультифлорочка тут стоит. Вот одна штучка такая стоит. Ну, корешочки есть, но там на шеечке немножечко что-то подозрительное. И вот нобели, о которых я рассказывала. Вот они стоят нобели по распродаже. Так, а это вот та, которую я хотела. Мини, про которую я говорила. Но пришлось сделать выбор. Но я, конечно, понимаю, что в принципе 250 рублей это деньги. Не такие уж и большие. Но все-таки. Все-таки, все-таки. И главное, у нее еще несколько цветочков на ней есть. И кустик хороший. И вот там. Ну, я уж доставать сейчас не буду. Но, поверьте, на слово, кустик хороший. Не знаю. Наверное, я буду жалеть о том, что я ее отложила. А может и не буду. Не знаю. Но зато я купила... Вернее, я пока еще не оплатила их. Я отложила их просто. Себе архидеечки. Две штуки. Так. Сейчас. Секундочку. Не обращайтесь на это внимания. Я сейчас их поставлю просто на место. Вот так. Где мои архидеечки? Вот они. Вот. Я отложила себе две уциночки. Одну вот такую же. Название которой я забыла. Вот она, красавица. Ну, с корешульками проблематично. Но я думаю, что можно ее выходить. Вот есть, видимо, пропавшие корешочки. Но есть воздушные корешочки. Это радует. Вот ее я себе возьму. И вот что я еще себе отложила. Вот она. Я долго выбирала из двух вандочек. Вторая ванда крупнее. И корешков не больше. На них сейчас у цента 50%. Стоили они 1950. Сейчас они по 950. И у второй ванды даже и корешочки лучше. Но не знаю. Сердце легло у меня на эту ванночку. Конечно, в выборе ванд я особо не разбираюсь. Но вот что-то я решила вот на эту. Цветулечек. Вот такой у нее был цветулечек. Ну и посмотрим, как у меня пойдет дело с ванночкой. И совсем забыла показать вам вот эту вот шикарную ванду. Просто шикарная. У нее огромный. Вот уж реально огромные цветы. Она вот в большой, большущей вазе. Такой вот кустик с корешочками, с такими. Шикарная. Шикарная красотка. А сколько она стоит? Вот она стоит 4,5 тысячи. Очень красивая. Кто-то у меня спрашивал про теланси. Воздушные теланси сейчас нет. Обычно они тут вот раньше висели на кассе. Но сейчас их нет, поэтому я их не показываю. Вот такой на сегодня обзор. Надеюсь, вам было интересно. И здесь помимо орхидей, очень много других цветочков. И цветущих, и не цветущих растений. Очень много. Я иногда делаю обзоры и таких вот растений тоже. Так что есть, есть обзоры. Заходите, смотрите, кому интересно. Ну и приезжайте в этот магазин. Здесь очень красиво. Огромный выбор. И не хочется отсюда уходить. Большое всем спасибо за ваше внимание. И всем пока. Всем до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!